Отверто, безкомпромиссно, резонансно. Директор Института Сердца Борис Тодуров в программе Бацман. Дивиться просто зараз. А я тогда у вас хочу спросить, а сколько же операций в день? Это сложный день. 5-6. Это сложный, это уже тяжело. В среднем я делаю около 700 операций в год, поэтому в день где-то так от 3 до 5 получается в среднем. И сколько такие операции могут длиться? От часа до 5. И вы всё это время на ногах? Я делаю только основной этап, но даже вот тот час, который я стою за операционным столом на одной операции, на ногах, конечно. То есть я на ногах где-то около 6 часов в день, если день несложный. На ногах имеется в виду именно оперируя. За столом. Об актуальных событиях сейчас хочу поговорить, потом вернёмся ещё к операциям. Я, во-первых, вас хочу поздравить, потому что на днях вас избрали вновь единогласно на должность гендиректора Института Сердца. А во-вторых, я вас хочу спросить, а как вас поздравила с этим назначением ИОО министра здравоохранения Ульяна Супрун? Ну, весьма оригинально. Ещё шло голосование, было 12 часов с чем-то, она дала интервью нескольким каналам и назвала меня коррупционером. То есть был нарушен закон избирательный, было нарушено... А это разве не влияет на выбор потом? А кто сейчас вообще, кто может это судить или может делать какие-то замечания? Ей захотелось, она назвала меня коррупционером. Я сначала, честно говоря, думал подавать какие-то юридические вещи, а потом подумал, ну, какой смысл. И махнул рукой, думаю, ладно. Она имеет право не подписать контракт с вами после того, как проголосовали 22 из двух членов, которые голосовали? У неё должны быть на это веские основания. Сейчас идёт спецпроверка. Сегодня я дал документы и дал своё согласие на спецпроверку. Если там всё будет гладко, то она обязана в течение месяца это сделать. Когда последний раз вы с ней общались лично? Два с половиной года назад. Когда она только стала министром, я пригласил её в наш институт, показал всё, что мы делаем. Буквально через неделю после того, как её назначили. И показал ей пациентов с пересаженными сердцами, механическое сердце и новорожденных, которых мы оперируем. Всё это молча как-то так было просмотрено, и она уехала, ни слова не сказав. А с чего конфликт весь начался ваш? Чем бы её не устроили? Конфликт даже больше начался не с ней, а с её командой, с её замами, которые абсолютно по-хамски начали с нами разговаривать, к нам относиться, швырять наши документы, писать всякие глупости на них. Ну, вот пиком стало то, что мы просили дать нам лицензию на право проведения трансплантации, поскольку мы поменяли свой статус. И формально нам нужно было включиться в этот список по-новому. И один из замов написал на моём заявлении, неа, нарисовал рожицу и швырнул через стол тому, кто это принёс. Это вы Ленчевского имеете в виду? Да. Хорошо, вот я вас сейчас процитирую. Вот год назад, когда, ну знаете, вот в медицинской среде не принято выносить ссор из избы и идти против начальства. Когда даже что-то плохо, надо терпеть. С советских времён, да, сложилась такая традиция, это как, наверное, и в военных. Но вы нарушили этот такой негласный закон, и вы публично вышли с критикой Минздрава. И тогда вы заявили, Супрун, я цитирую, ваша халатность забрала больше жизни украинцев, чем война за последние годы. Готов повторить в суде, из-за Супрун каждый шестой-седьмой пациент с острым инфарктом обречён. Тогда отреагировала Ульяна Супрун на ваше заявление? И может, вот уже год прошёл, может, она стала после этого хорошим министром здравоохранения? Уже прошло два года. И, в общем, всё продолжается. Эти закупки абсолютно неэффективны. Это уже теперь не мои слова только. Тогда я был в роли единственного солдата, который выпрыгнул из окопа и тут же получил, что называется, пулю под дых. Но уже посчитала счётная палата эффективность этих закупок и подтвердила это всё. Есть документы, есть уже всё на бумаге. Тем не менее, никто ничего не предпринимает. Всё это безнаказанно идёт и дальше. Я ещё одну стату вашу озвучу. Тогда же в интервью с Данью Гордон вы сказали, Супрун окружила себя 25-летними девочками-мальчиками без образования. Эти советники разговаривают со мной как с бомжом. Речь же не о личных обидах. Вопрос о выживании десятка тысяч людей. Буквально. Я возглавляю клинику, которая в год делает 5000 операций на сердце. Если Супрун с командой так с нами обращается, представляете, как ведёт себя с другими? По принципу, мы реформаторы, а вы все коррупционеры и говно. Ну, до сих пор это всё продолжается так же, как и есть. С той лишь разницей, что теперь это приобрело уже такие весьма реальные формы. Увольняются руководители крупных лечебных учреждений, закрываются целые отделы. Ну, как, например, был недавно закрыт отдел онкогематологии детской, единственной в Украине, в Ахмадете. И уволены единственные специалисты, которые этим занимались, худо-бедно делали несколько десятков операций в год по трансплантации костного мозга. Сейчас вообще ничего не делается. Несколько ректоров были уволены. Один из ректоров, мой старший товарищ, профессор Дзяк, умер во время таких выборов. Саша Ларин, мой друг, директор Центра эндокринной хирургии, после трёх месяцев выборов умер во сне от инфаркта. И, в общем, уже есть жертвы, можно сказать. Понимаете? Не просто уволенные люди, а есть люди, доведенные до критического состояния. Такой политикой. Поэтому, в общем, ничего в лучшую сторону не поменялось. Хорошо, вот я вас неспроста спросила, когда вы последний раз говорили лично с ИО, министра здравоохранения. Вы сказали, что, в общем-то, на знакомстве всё и закончилось. Значит, Ульяна Супрун ведёт заочный диалог с вами. Вот я её тоже хочу процитировать. Потому что после того, как непонятные люди зашли в Институт сердца, и начался вообще вот этот весь скандал произошёл, который был накануне выборов директора Института сердца, тогда Ульяна Супрун сказала, Тадурова, очевидно, очень боится потерять своё феодальное княжество. И ещё она там же, вот в этом обращении, когда она прореагировала на ситуацию эту, она сказала, что вы используете своих сотрудников как скот, опять же, цитирую, и как рабов. И потом появилось открытое обращение коллектива Института, которые, я так понимаю, обиделись на слова доктора Супрун, и они обратились к президенту Порошенко, к власти украинской с просьбой повлиять. А была какая-то реакция уже на это обращение? Нет, пока никакой реакции. Меня обвинили в том, что я держал в заложниках 16-летнюю девочку. Причём это как-то так быстро такая реакция. Ещё милиция не выяснила, кто эта девочка, и сколько ей лет, а уже его министра знала, кто это, и что я удерживаю её в заложниках. Хотя у этой девочки даже телефон не забрали, чтобы вы понимали, никто её не держал, она молча сидела на лавочке. И когда приехала милиция, никто даже не забрал тот телефон, о котором шла речь, в котором, собственно, и была эта запись нашего. Я сейчас хочу, вы начали говорить, я хочу, чтобы телезрители наши поняли, о чём мы говорим, потому что мы в контексте. Вот камнем преткновения, собственно говоря, тогда вот этим свежим скандалом, стал тренинг, который вы проводили в Институте сердца для своих сотрудников, внутренний тренинг, и на котором оказалась вот эта девушка, которая снимала. И вот Супрун вас обменила в том, что вы проводили тренинг, как противодействовать активистам. Вопрос. Так что же это за тренинг? Почему из-за него такой скандал, и что это вообще было? Такие тренинги на Западе проводят для медиков регулярно. Среди наших тысяч пациентов есть разные люди. Есть люди неадекватные, есть наркоманы, есть алкоголики, есть люди с энцефалопатией, есть просто агрессивные, недовольные чем-то, есть люди, убитые горем, у которых кто-то умер, и так далее, и так далее. То есть мы всё время сталкиваемся раз в неделю с каким-то таким вот кризисным положением, когда нужно кого-то успокаивать, кто-то ведёт себя очень агрессивно. Ну, скажем, нашего одного из сотрудников, который до недавнего времени работал на скорой помощи, один из пациентов ударил ножом в сердце, его еле спасли. И мы его потом забрали работать кардиохирургом, сейчас он работает у нас, но и такие случаи не редкость. Поэтому на Западе медиков обучают, как противостоять агрессии. Тем более, что медики не защищены законом. Вот полицейский защищён законом, попробуй оскорби полицейского при исполнении обязанностей, и ты сразу будешь уже уголовно наказуемой личностью. Медика можно оскорбить, можно ударить, можно вести себя неадекватно, по-хулигански, и мы законом не защищены. Мы проводим тренинги на западный манер, как противостоять агрессии. Да, действительно, мы разбирали случай с тем пациентом, не могу назвать его фамилию, потому что не могу выдавать врачебную тайну. Я сейчас, по-моему, понимаю, о ком бы я сейчас назвал. Это тоже закон, который нас ограничивает, да. Но этот случай тоже разбирался, потому что в этом случае активисты проникли в клинику под видом посетителей, там с апельсинками, с тапочками, собрались там 20 человек, пациента облили зелёнкой. Ну, хорошо, что зелёнкой. Они могли облить его кислотой, они могли его застрелить, они могли нанести ему увечья. Это что, нормальный путь правоохранительных каких-то действий или наказаний? Они что, прокуроры, судьи, исполнители пенитенциарной службы? Кто сегодня активисты? Чем эти люди занимаются? Вот я пристально смотрела, как я сейчас, мы вернёмся к тому конкретному случаю зелёнкой, о котором вы вспомнили. Я просто пристально наблюдала, как развивалась в информационном ключе вот эта вся история с скандалом, да, со свежим. И я отследила такой момент, что ИО, министра здравоохранения, ну, моментально просто среагировала и сразу же разобралась, кто виноват, кто нет в этой ситуации. Она чётко обвинила вас лично и ваших сотрудников. При этом, вот, вторую сторону, да, тех людей, которые посторонние там пришли в институт, она чётко знала, что они не виноваты на их стороне правды. А как ей удалось так быстро сориентироваться, вот как вы считаете, да, откуда у неё информация или кто её даёт, что она так быстро сделала выводы? Ну, думаю, что её информируют. Вот о таких акциях, которые проходят в институте сердца, наверное, она имеет прямую связь, потому что возраст девочки был назван молниеносно, и заложники, и всё. Думаю, что это было где-то спланировано. В общем-то, а вот той теме, с которой всё началось, тема с активистами, да, откуда пошла? Год назад в детской палате вашего института активисты и журналисты обнаружили фигуранта дела об убийстве журналиста Веремия, человека, которого называют там предводителем или главарём тетушек на Майдане, это Юрий Крысин. И тогда активисты облили его зелёнкой, как вы уже сказали, и заявили, что вы его скрываете у себя в институте, чтобы он не ходил на судебные заседания, фигурантом которых он является, ну, собственно говоря, его обвиняют. Вопрос. Расскажите, что это была за ситуация? На самом деле, как это всё происходило? Знаете ли вы Крысина? Знаете ли вы, в чём его обвиняют? И что это вообще за человек? До этого момента я Крысина не знал вообще, даже фамилии такой не знал. Лично не знаком, потому что к моменту, когда я вышел из операционной, после всех этих событий, его в клинике уже не было. Да, действительно, его положили по просьбе одного из родственников, положила наша заведующая на обследование. А вы знали о том, что некий Крысин будет ложиться в ваш... Не знал. Узнал только тогда, когда это уже всё произошло. И, ну, это не мой друг. Никакой симпатии к этому человеку я не испытываю. Считаю, что осуждён он вполне по закону и заслуженно получил свой срок. Ну, в общем-то, вот и всё. Вчера приходила мама Веремея к нам в клинику. Не застала меня, хотела со мной поговорить и передала мне книгу о своём сыне. Я думаю, что вполне в позитивном ключе. Мы её обследовали и договорились о встрече вот через несколько дней. А ей сейчас нужна медицинская помощь? Да. Вы возьмёте её? Да, конечно. Да, конечно. Мы помогаем. Я процитирую вашего коллегу, ещё одного знаменитого доктора украинского, это Евгений Комаровский. После того, как к вам в институт пришли, он назвал всё это чистой шариковщиной и написал, что революция должна продолжаться. Активнее надо, ещё не все уехали. Вот может случиться так после всех этих событий, что вы плюнете на всё, махнёте рукой и скажете, не хочу, надоело, а поехал я туда, где действительно, а я же знаю, что у вас есть сейчас сразу несколько лежит предложений от ведущих мировых клиник, которые хотят, чтобы вы у них работали, причём предлагают очень большие деньги. Вы можете уехать? Ну, вот, предложений много, сразу скажу, и в разные страны я освоил несколько таких операций, которыми интересуются сразу многие клиники. У меня это получается, я вот недавно оперировал в Минске, оперировал в Тбилиси, вот эти операции именно, и многие клиники сейчас просто охотятся за хирургами, которые могут делать что-то подобное. И скажу сразу, это дорого стоит, умение делать то, что мы освоили. Я не уеду, потому что дело принципа, да, почему мы должны уезжать из такой благополучной страны куда-то и потом там долго ностальгировать о родине. здесь у нас всё есть для того, чтобы чувствовать себя полноценными специалистами, хирургами, кого-то спасать. И потом, ну, в общем, как-то дети здесь, и внуки здесь, и родители здесь похоронены. Почему мы должны уезжать? Пусть едут те, кто приехал сюда и пытаются что-то менять на свой манер. Знаете, вот я сейчас чуть-чуть о личном скажу, у нас такой формат сегодня разговор. Дело в том, что вот среди моих друзей практически в каждой семье есть те, которых вы спасали от смерти, которых вы оперировали. Я больше скажу, это, наверное, не секрет, вы спасли мою свекровь. И если посчитать, вот вам 53 года, за всю жизнь, сколько вы операций сделали или вы не считали никогда? Около 14 тысяч, там 13-900 где-то вот в этих пределах на сегодняшний день. В год 700 операций, я за столом стою уже больше 30 лет, 31 год. Я недавно посчитал, вот мне сейчас будет 54 через неделю практически, и мне осталось 11 лет до пенсии. Если, конечно, я в 65 уйду на пенсию, если я доживу до нее, это всего лишь навсего 4 тысячи дней. 4 тысячи дней – это 90 с чем-то тысяч часов. Если убрать ночи, выходные и прочее, у меня осталось чуть более 50 тысяч часов рабочего времени, чтобы полноценно потрудиться. Помните холодное лето 53-го, когда Папанов в конце говорит об одном жалеем – время. Так хотелось пожить и поработать по-человечески. Вот у меня сегодня такое состояние, вот сожаление того, что мы теряем время на вот эту борьбу какую-то, на активистов, на что-то еще, вместо того, чтобы продуктивно работать, ведь мы это умеем делать очень хорошо. Мы создали классную команду, у нас 800 с лишним человек в институте, которые работают как часы. Мы на 160 койках делаем 6000 операций. Мы работаем в 3-4 раза более производительно, чем те клиники, которые сегодня вот рядом с нами работают кардиохирургически. И это не востребовано. Вы первым 18 лет назад пересадили в Украине сердце. И 2 года назад, да, вы первым пересадили механическое сердце. А сколько таких операций вы уже провели? Механических сердец, вот вчера было 5-е. Это уже не так мало. Мы уже получили право делать это самостоятельно, без наших немецких партнеров. И более того, нам предложили, поскольку у нас очень хорошие результаты, все больные выжили, нам сейчас предложили участвовать в клинических исследованиях вместе с немецкими коллегами из Берлина. Ну так? Да. Это очень хорошее признание такое, высокое. А в мире как считается, что лучше, пересадить сердце или пересадить механическое сердце? Это этапность лечения. Сначала пересаживается механическое сердце, если больной не может дождаться донорского. И с механическим он может жить несколько лет, и как только появляется донор, ему тогда уже имплантируют донорское. Вы делаете операцию на сердце детям до килограмма весом. Я так понимаю, что это очень уникальная история? Ну, это действительно уникальная. Вот мы проанализировали литературу за последние несколько лет. В этом году мы прооперировали ребенка меньше килограмма с перерывом дуги аорты. Мы не нашли ни в европейских источниках, ни в американских, кто бы прооперировал такого маленького ребенка. Это уникальные случаи. И сразу был второй ребенок, потом третий. И с ними потом все нормально. Да, да. Вот как ни странно, они нормально развиваются. Вот первый наш ребенок уже догнал своих сверстников, и у него нет никакого неврологического дефицита. То есть ментально он развивается абсолютно нормально. Это вот для нас было таким открытием. Знаете, вот у вас такая работа, что каждый день вы фактически в своих руках, это в буквальном смысле, да, вы держите сердце человека, и только от вас, от вашего мастерства, сосредоточенности, от вашего внутреннего состояния зависит, человек будет жить или человек умрет. Психологически это тяжело? Это тяжело. Это ответственность. Потому что ты дирижер. Ты стоишь за столом и руководишь работой анестезиологов, перфузиологов, своих ассистентов, операционной сестры, всей бригады. Ты этот план строишь. Ты настраиваешь всю бригаду на эту операцию. И ты ее должен сделать на одном дыхании, потому что пока у тебя стоит сердце, ты вот можешь что-то делать. Ты запустил сердце, все, у тебя нет права на ошибку, и ты должен сделать все очень быстро. Каждая минута, в которой сердце стоит, это минус шансов к тому, что оно запустится. Поэтому работа очень быстрая и без права на ошибку и на переделку. В отличие от общих хирургов, где можно постоять, там немножко поговорить, кардиохирурги работают молча, быстро, и вот это большое напряжение во время операции. А как вы справляетесь с нагрузкой такой? Ну, это дело привычки, вы знаете, уже просто за много лет адаптируешься к этому и втягиваешься в эту работу. Но ощущение того, что вот за каждым больным стоит человек, родственник за дверями операционной, оно не отпускает. И когда что-то идет вдруг не так, у тебя первая мысль, что там стоит сын, дочь, жена, мама, папа, и ты должен выйти в случае чего и что-то им говорить. Но вот когда не удается спасти пациента, это вы выходите и вы говорите о том, что вот… Чаще всего выходит хирург или реаниматолог, если это произошло в реанимации. Это самое тяжелое в таких вот операциях или в том, когда теряешь пациента? Ну, выбивая от меня из колеи абсолютно. Вы не научились за столько лет с этим справляться? Я начинаю думать, анализировать, что сделано не так, почему, даже вот если очень сложный больной. Все равно ты копаешься и ты ищешь в себе, что ты сделал не так и почему это произошло. Это тяжело морально, но мы научились это преодолевать, потому что когда ты делаешь пять операций в день, ты не можешь расслабиться и там раскиснуть, и чтобы твое состояние сказалось на последующих операциях. А как вы стресс вообще снимаете? У вас какие лично у вас способы? Немножко спорт, сон полноценный. Где-то погулять по улице. Ну, часов шесть, наверное, в день. И все? Да, не получается больше. Я знаю, что иностранные коллеги к вам приезжают перенимать опыт. А что вы делаете того, чем может украинская медицина гордиться? Ну, вот сейчас у нас новая такая разработка. Операция Азаки, которую придумал японский профессор. Он делает створки артального клапана из собственного перикарда. Но делает это довольно просто, там, специальными измерителями меряет размер и вырезает потом из перикарда поликалом. А мы сделали эту операцию более совершенной. Мы начали делать компьютерную томографию, 3D-модель корня аорты и моделировать створки в компьютере. И вот это уже такой персонифицированный подход, который дает нам до полумиллиметра точность расположения этих створок, их размеры и все. И практически мы создаем человеку новый собственный клапан из собственных тканей. Это бесплатно, потому что это собственные ткани. Это идеальная конфигурация клапана. Он без каркаса, он идеально приживается, у него нет градиента и человеку не нужно принимать антикоагулянты. Вот это та новинка, которой мы сегодня очень гордимся. Вот сейчас у меня 15 патентов с коллегами мы оформляем и 2 патента международных. Так что вот этим сейчас все интересуются. Просто сейчас некоторые компании приезжают ко мне для того, чтобы меня разговорить и получить какую-то информацию об этих операциях. Но мы пока держимся, пока не получим патенты, не публикуем особенно, хотя уже сделали несколько операций очень удачно. В зону АТО вы ездите оперировать, ребята? Начиная с июля 2014 года. Мы одни из первых волонтеров. Вот как только Славянск заняли, мы были первыми волонтерами, которые поехали в 11 батальон. Был еще жив комбат Гуменюк, был наш товарищ. Его застрелили буквально через неделю после нашего первого визита. Там же под Славянском осталось трое детей. И с тех пор меня это зацепила ситуация, знаете, когда лично знаком с человеком, который погиб. И мы начали ездить регулярно. Мы брали свою скорую. Много раз, да, вы были? Да, мы брали свою скорую, туда возили вначале бронежилеты, каски и все остальное, медикаменты, перевязочные материалы. Оттуда возили раненых. Вот за 4 года мы посчитали, 226 бойцов мы прооперировали у себя в центре. Это бесплатно для них? Да, абсолютно. Это абсолютно бесплатно. Хорошо, а когда вы ездите туда, в зону АТО, там для вас есть опасность, в принципе? Первые годы была. Первый год особенно мы ездили сами в брониках, потому что там были обстрелы, были какие-то группы проникающие. Еще не было четкой линии разграничения. Было опасно, конечно. Особенно, когда Дебальцево еще было нашим, туда ездили, там реально было опасно. А в каких там условиях приходится вам оказывать помощь? Были какие-то военно-полевые ситуации, когда вы делали что-то? Как правило, мы забирали уже бойцов раненых на себя и везли их в Киев. Такого вот я не... Мы никогда не брали в руки оружие принципиально. Как бы для нас это было, чтобы мы занимались только лечением. И я не участвовал в боевых действиях как таковых. Ну, собственно, мы и права не имели. А вот наше оружие это было, наша скорая, скалпель и операция. Хорошо, вот когда весь этот скандал начался, да, перед выборами Института Сердца, вот ваши эти ребята-атошники, которых вы спасали, они вам не звонили, не говорили, что давайте мы вмешаемся, мы там защитим как-то помощь? Это была большая проблема. Потому что звонить начали все. Мы приедем всем батальоном. Мы запакованы, мы сейчас приедем с автоматами, мы сейчас с гранатометами. Это был кошмар. И даже в день выборов пришло очень много атошников. Пришел 11-й батальон, те, которых я оперировал, пришли из разных бригад. И они стояли в холле, просил их просто, ребята, пожалуйста, разойдитесь, потому что это уже плохо начинает выглядеть. И просто выгонял, потому что действительно это было как-то так уже страшновато. Знаете, люди в военной форме, в камуфляже, ходят по холлу, и непонятно, чего они здесь делают. То есть они восприняли эту историю, такую наезд на вас, как личную какую-то, да? Да. Да. Ну, один комбат, которого мне пришлось спасать в 15-м году, в 14-м году. Приехал, бросил все и приехал со своими ребятами. С передовой? Да. За ночь они добрались на машине, приехал 7 человек и говорит, все, мы будем тут стоять, пока тебя не выберут. Я еле его вытолкал. Ну, да. Ну, это было приятно, конечно, что вот так откликнулись. Самые известные ваши пациенты – это кто? Я сейчас спрашиваю о тех, кто сам не скрывает и, наоборот, рассказывает, что вы им помогли. Вот, ну, этих же можно называть? Мы никогда не бравируем. Мне очень разных людей пришлось оперировать. Я могу назвать людей, о которых писали, например, как Леонид Броневой. Пожалуй, один из самых известных моих пациентов. Это для нас очень близкая тоже история. Который стал моим другом на протяжении, старшим товарищем на протяжении нескольких месяцев. Он пролежал у нас почти полгода. И вот общение с ним, как с пациентами, как с человеком, пожалуй, это было самое большое такое впечатление, глубокое. Нет, ну тут надо еще рассказать, я два слова просто скажу, потому что это тоже для нас такая личная история, потому что мы с Димой приходили каждые два раза в неделю со вкусностями и просто говорили с ним, как все произошло. То есть вы его спасли. У него, когда были здесь гастроли, это, по-моему, 12-й год был. Он играл в Фирсове в Вишневом саду и на гастролях получил фарф. Да, и у него сердце, да. И вы прооперировали успешно. Хорошо, он уехал к себе в Москву. И там, когда он был на реабилитации в институте, в больнице вот этой самой известной Чазовой, Кремлевской, да, ну, собственно говоря, главной больницы, его диабетические обе стопы довели до такого состояния, что он просто не мог уже ходить. Его привезли к вам просто вот спасать уже, да. И вы за несколько месяцев вот в буквальном смысле поставили его на ноги, хотя это не ваш профиль. То есть, ну, сердце понятно, что вы ему прооперировали, спасли. А тут еще и ноги, потому что не хочу говорить, что там было. И, конечно, тогда, да, после этого вы с Викторией Валентиновной женой его подружились. А учитывая его очень тяжелый, остроумный, но очень тяжелый характер, он как авторитета признавал и подпускал к себе только вас. Что интересно, я сейчас еще о вашей одной пациентке скажу. Я знаю, что у вас вот как раз, когда начался этот скандал, и там Ульяна Супрун стала делать это заявление в ваш адрес, как раз в это время у вас в больнице лежала мама посла США в Украине. Мы это не будем обсуждать. Вы извините. Ну, это я говорю. Ну, я просто это знаю. Я это вам не рассказывал, и мы это не обсуждаем. Я знаю, что вы оперировали в 2016 году, после этого она стала вашей пациенткой. Но давайте я о другом вас спрошу, не об этом. Хорошо. Просто я знаю, что в свое время Госдеп США выдал вашему институту специальную лицензию на то, что именно в Украине вы по уровню имеете право, и все члены правительства США или какие-то чиновники, или какие-то там известные люди должны ехать в вашу больницу, потому что она по уровню соответствует их американским нормам. Вот что это было, расскажите. В 2008 году приезжал Дик Чейни, в то время вице-президент Америки, и у него к тому времени уже было две операции на сердце. Белый дом очень боялся, что какой-то приступ может произойти в Украине. А тут в Украине работа нервная. Приехал генерал медицинской службы, который обследовал нашу клинику от крыши, от вертолетной площадки до утилизатора, целый день посвятил этому. И нам выдали диплом, действительно, белого дома, американского, о том, что мы можем, я лично и клиника могут оперировать, оказывать помощь чиновникам правительства Соединенных Штатов. Ну и потом уже у нас наладились отношения с посольством и так далее. И действительно, мы оперируем иногда граждан США, которые оказываются у нас в Киеве по каким-то бизнес-проектам или по каким-то другим, и с которыми становятся какие-то инфаркты и так далее. Есть такие больные. В 2015 году вы чуть не стали министром здравоохранения. А кто этому помешал? Собственно говоря, у меня не было никакого стремления. Это был такой весьма поверхностный разговор о нехочешь ли ты быть. Я сказал, что не горю желанием. И если вы меня назначите, то бывают предложения, от которых нельзя отказаться. Знаете, если бы кто-то действительно сильно хотел и пригласил бы меня в кабинет, и сказал бы, ну давай, ты умный, давай, бери, делай, раз критикуешь. И пришлось бы стать и делать, но такого предложения конкретного не последовало. И слава богу, потому что, честно говоря, на тот момент я не был готов что-то предпринимать. Но у меня было условие, что мы делаем реформу, ту, которую прошли Польша, Литва, Молдова. Мы делаем страховую медицину, мы делаем тарифы, мы делаем страховую медицину, и мы переходим на нормальные европейские экономические отношения между больницей, пациентом и государством. Я думаю, что мой план не всех устроил. Кого не устроил? Ну, тех, кого, наверное, сегодня устраивает план, тот, который реализует нынешнее министерство. Вы сказали по поводу, чтобы стать и сделать. А что нужно сделать сегодня в Украине, чтобы все больницы в стране стали такими по уровню докторов, по уровню оборудования, как ваш институт сердца? Или это нереально? Я думаю, что на это нужно было бы потратить года 3-4, на реальную реформу, на то, чтобы изменить систему образования, на то, чтобы ввести нормальные, посчитать тарифы, на то, чтобы ввести страховую медицину, на то, чтобы подготовить кадры. 3-4 года. Это все параллельные процессы, которые нужно было начинать сразу, вот после революции. И если бы пришел министр, не иностранец, как я называю иногда Александр Квиташвили, и он знает об этом, я называю его интуристом, который приехал в чужую страну, ни дня не проработав в украинской медицине, и решил, что он может руководить медицинской отраслью в 40-миллионной стране. Вот это плохо, понимаете, что приходят туда люди, которые берут на себя ответственность за миллионы жизней, не имея опыта и понимания, как руководить этой медициной. Ну, смотрите, я вам сейчас так возражу, да, потому что в той же Грузии ведь Квиташвили сделал, потому что в том числе он, там еще ряд министров здравоохранения, такая у нас была компания, они повозили нас с Димой, повозили нас по нескольким больницам Грузии, разным, и везде для нас это был космос, потому что, ну, я была там в Америке, в Испании, в Германии, в разных больницах, и смотрела, и видела, и это ничем не отличается от их уровня. Вы видели картинку. Я очень много оперировал в Грузии, даже стал почетным гражданином города Батуми за первую сотню операций, которые я там сделал на сердце. Недавно оперировал в Тбилиси, и мы очень близко общаемся с хирургами. Они ввели страховую медицину, они ввели нормальные тарифы. И, кстати, вот по поводу тарифов я сразу добавлю, что у них там вот все, фулл пакет, это на семью из трех человек, и даже если еще маленький ребенок рождается, это 40 долларов в месяц. Вполне подъемные деньги, правда? А в Украине? А знаете, сколько стоит операция на сердце для клиники? Дорого, наверное. От 8 до 10 тысяч долларов. Представьте себе, вот если бы наш центр сегодня получал от государства или от страховой компании 10 тысяч долларов за операцию, да мы бы построили уже, я не знаю, космический корабль на эти деньги. Поэтому нельзя сравнивать ту реформу, которая сейчас здесь у нас происходит, с грузинской реформой. Грузинская реформа была вполне цивилизованная. Страховая медицина, большие нормальные тарифы для операции, и на эти деньги, конечно же, появились... Ну и врачи, которые получают легально и 10, и 20 тысяч долларов зарплаты чистой, когда много оперируют, к ним очередь. Я два месяца назад оперировал в Тбилиси. За субботу-воскресенье я заработал свой годовой заработок директора Института Сердца, делая здесь 700 операций в год. Да вы что? Это зарплаты в Грузии. А можно назвать цифру? Не хочу, не будем дразнить никого. Не, ну просто это важно, потому что... Не будем дразнить налоговую службу, хотя я налоги заплатил. Но в Тбилиси было так. Министр здравоохранения, который был тогда при Саакашвили, собрал вокруг себя всех ведущих хирургов. Это не Квиташвили вы имеете в виду, да? Это не Квиташвили. Квиташвили был гораздо позже. Квиташвили был год, Квиташвили не занимался реформой, прямо скажем. Это не было уже, реформа была сделана до него. Он собрал ведущих хирургов и спросил, что вы хотите, на каких условиях вы останетесь работать в Грузии. Они сказали, мы получаем за операцию 1000 долларов, но сегодня мы получаем это суррогатно, мы хотим это получать легально. Сели, посчитали тарифы и сказали, 60% от этого тарифа будет идти на зарплату сотрудникам, на бригаду. И до сегодняшнего дня это так и есть. Хирург получает 1000 долларов за операцию. Представляете, вот я делаю 5 операций в день. Я приеду в Грузию и буду делать 5 операций в день. Можно жить. Можно жить, правда? Это с налогами, со всеми делами, ты честный человек. Поэтому в Грузии совсем по-другому. Сегодня делается реформа уже 4 года, и зарплата хирурга сегодня, ведущего у нас в центре, от 5 до 7 тысяч гривен. Представляете, кандидат наук с 15-летним опытом, человек, который делает в день по 2 операции, получает 7 тысяч гривен в месяц, имея двоих-треих детей, трехкомнатную квартиру и беременную жену. Можно так делать реформу? Вот, понимаете, вот такая реформа у нас. Поэтому вы с Грузией нас не сравниваете. Так, а я хочу, чтобы у нас было так же или лучше, чем в Грузии. Это можно было сделать за эти 3 года. Ведь вы говорите о том, что наши врачи до сих пор имеют руки и умения. Наши врачи до сих пор, ну и правда те, которые не уехали. Есть, кстати, проблема? Мы катастрофически потеряли вот эти 4 года. Просто катастрофически. Ведь мы были очень хорошо, патриотично, правильно, профессионально настроены после революции. Мы готовы были потерпеть что-то, да? Мы готовы были чем-то пожертвовать. Мы готовы были включиться в эту реформу. От нас отвернулись. Я 4-й год, ну, 3 года не захожу в Министерство здравоохранения вообще. Никто наше мнение вообще не хочет слышать. Реформу сегодня делают мальчики из католического университета. Которые к медицине вообще никакого отношения не имеют. Кто сегодня заместители министра, которые делают реформу? Какое они представление имеют о работе, например, нашей реанимации или операционной? Министром должен быть человек, который прошел путь от санитарки, медсестры, врача, студента, дежурящего по ночам. Знать работу, как работает клиника, как работает реанимация, как работает сан-сан служба. И тогда он приходит на пост министра и понимает всю структуру, и понимает, кто чем дышит, и как это функционирует. И тогда это министр полноценный. А вот если ввести, если сделать то, о чем вы говорите, вот ваше видение медицинской реформы. Вы просчитывали примерно, сколько бы украинская семья должна была платить за полный пакет услуг в месяц? Примерно. Думаю, 40 долларов это было бы более чем достаточно для того, чтобы получить в пакет даже кардиохирургические и нейрохирургические операции. Это мы имеем в виду, что при этом, что там пенсионеры, соцслои и другие, они имеют другие тарифы в Грузии тоже. Это как бы такая среднестатистическая работающая семья. Что бюджет государства, который сегодня тратится на медицину, он должен быть рассчитан на пенсионеров и на детей. Работающие люди должны быть застрахованы, и их семьи могут быть тоже предприятиями застрахованы. И это была бы альтернативная оплата, которая бы влилась в медицинский бюджет. Сегодня медицинский бюджет Украины, вот эти 3%, которые нам дают из этого маленького сегодняшнего бюджета, ну это мизер. Как можно делать реформы с таким бюджетом? Нам обязательно нужен альтернативный источник финансирования, и страховая медицина бы его нам дала. А почему она не запускается? Кому-то это не хочется. Видимо, она запустится тогда, когда полностью убьют государственную медицину. И судя по тому, что сегодня происходит, именно такая задача стоит. Убить государственную медицину и на эти руины потом завести какие-то новые структуры, и тогда уже ввести страховую медицину. Вполне возможно, появятся какие-то зарубежные страховые корпорации, которые полностью будут получать доход от медицинского обслуживания в Украине. Я так себе думаю. Я могу, конечно, ошибаться, но судя по тому, что происходит, именно это и будет. Если бы вы сегодня были министром здравоохранения, какие бы три шага первые и главные вы бы сделали в отрасли? Тарификация. То, что до сих пор нет. Даже формулы тарифов нет. Нам нужно посчитать стоимость наших услуг в разных больницах. Формула тарификации. После этого введение страховой медицины. И сделать преференции для медицинских учреждений, которые активно развиваются, частных или государственных. Просто преференции для развития медицины. Снять все акцизы с медицинских товаров. Упростить систему лицензирования, оборудования и препаратов. Дать возможность врачам нелимитированно зарабатывать, как в частных клиниках, так и в государственных. Надо удержать персонал. Надо дать возможность и стимул развития уровня и оборудования в клиниках. И нужно нормализовать экономические отношения между государством, клиникой и больным. Я знаю, что у вас есть план, уже подробный план, создание в Украине огромного научно-исследовательского смарт-тауна с лабораториями, с лечебным центром, с кампусами. И более того, вы даже нашли уже 100 миллионов долларов западных инвестиций, чтобы это все дело развернуть. Когда начнется строительство? То есть из бюджета, я так понимаю, что вы по плану ничего не собираетесь строить. Такой проект есть действительно. Он сделан по прообразу чешского проекта в Брно. Большой кампус, 64 гектара, большая университетская клиника, студенческие общежития и так далее. По этому пути пошли многие страны. Это убиваются сразу три зайца. Процесс обучения, клиника, клинический процесс. И исследовательские центры, которые окружают эту клинику, для дальнейшего развития будущего. Я представил этот проект в Люксембурге, в банке, инвестиционном европейском банке. Паня Заманова, которая курирует медицину, сказала, что это один из лучших проектов за последнее время. И что цифры, которые мы привели, полностью совпадают с ее представлениями о том, как это должно быть. Готовы были дать первоначально 20 миллионов на проект и начало строительства, но пока это все застыло в таком виде нетронутом, потому что слишком много составляющих здесь, в Украине, должно срастись. Территория, разрешение, юридическое лицо, ну и так далее, и так далее. И в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, с нашим министерством, я пока не вижу возможности реализации такого проекта. Я вам желаю, чтобы такая возможность нашлась как можно быстрее. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Дорогие друзья, текстовую версию интервью с Борисом Тодоровым читайте в интернет-издании «Гордон». Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok